Вместо физики и алгебры сегодня первый урок лидерства, а вместо учителей у доски финалисты конкурса лидеры России. Провести открытый урок в старших классах это их первое задание, но воспеченные преподаватели работают в паре, все немного волнуются. Каждый из нас подготовился по-своему и наша цель была именно консолидировать два выступления в одно, то есть двум опять-таки незнакомым людям выступить как одно целое. Вот это самое сложное, но у нас здесь лидеры, поэтому я думаю проблем особых не возникнет. Наша цель это раскачать ребят, немного заставить по-новому взглянуть на свои карьерные планы, на планы своего профессионального образования. Как работает целое предприятие, как руководит предприятием директор, да, он подсказывает, так, не тот клубик взяли. Вы должны слаженно всегда работать, без конфликтов и с улыбкой. Каждый управленец по-своему раскрывает тему урока. Кто-то рассказывает о своем жизненном пути, другие приводят в пример тех, кто давно известен на весь мир. Александр привез с собой из Северодвинска макет атомной подводной лодки, ведь его работа связана с судостроением. На примере подводной лодки я показывал, что работать нужно командой. Ведь как и у подводной лодки каждый отсек выполняет свою определенную функцию, так и в команде каждый отвечает за какую-то определенную функцию, выполняет какую-то свою особую роль. И только когда мы собираем их вместе, так же как отсеки подводной лодки, она способна выполнять свою боевую задачу. Необычный урок проводят одновременно в 24 школах Сочи. Отметки тоже ставят только на этот раз ученики. Это будет учтено в общем рейтинге финалистов. Конкурсанты подсказали, каким образом можно найти путь в своей жизни, как определиться со своей будущей профессией, и какие нужно качества в себе воспитывать для того, чтобы стать успешным лидером. Татьяна Союзнова из Москвы по итогам полуфинала лидировала по баллам в Центральном федеральном округе. Но каждый этап начинается с чистого листа. Каждый – это вызов. Проверить свои силы и доказать себе, в том числе и окружающим, что ты намного способен заявить о себе. Я абсолютно четко понимаю, что со мной очень сильные ребята. Все они профессионалы высокого качества, обладающие безусловно лидерскими качествами. Поэтому я думаю, что будет сложно. Сегодня же финалисты конкурса вместе с воспитанниками образовательного центра «Сириус» высадили на территорию Олимпийского парка символичную аллею лидеров. Впереди четыре дня напряженной, но увлекательной борьбы за звание «Лидер России». Алена Евтикова, Валерий Ребжанов, Татьяна Бакульная и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи.